Архитектор, музыкант, ученый, математик, инженер, изобретатель, анатом, геолог, картограф, ботаник и художник. Итальянец Леонардо де Винчи был настоящим гением. Человек столь многих талантов, редкость даже для эпохи Высокого Возрождения. Сейчас де Винчи считается главным примером универсального человека благодаря его достижениям в самых разных областях. Однако в течение четырех столетий после смерти Слава почивала прежде всего на лаврах художника. Будучи одним из самых великих художников, де Винчи создавал новаторские работы. Он изучал анатомию, чтобы точно изобразить человеческое тело, а психологию, чтобы точно передать характер героя. Он экспериментировал с методами изображения трехмерных объектов и разработал технику сфумата, плавный переход от света к тени. И развил технику кьероскура, использование сильных контрастов между светом и тенью для достижения трехмерного эффекта. Его работа на протяжении веков влияла на различных мастеров и стала эталоном и стандартам в изобразительном искусстве. Мона Лиза Джоконда, 1500-е, Лувр, Париж. Тайная вечеря, 1498 год. Терковь Санта Мария Делла Граци, Милан. Витрувианский человек, пропорции человеческого тела, 1492 год. Галерея Академии, Венеция. Мадонна в Скалах, или Мадонна в Гроте, 1486 год. Лувр, Париж. Мадонна Лита, 1490-е, Эрмитаж, Санкт-Петербург. Дамос Горностаем, Сицилия Галерани, 1480-е, Музей Черторийских Краков. Благовещение, 1475 год, Галерея Уфицы, Флоренция. Святой Иоанн Креститель, 1513, Лувр, Париж. Спаситель мира, Сальватор Мунди, 1500 год, Частная коллекция. Портрет Дженевры де Бенче, 1470-е, Национальная портретная галерея, Вашингтон.